В региональном центре по связям с общественностью состоялось первое заседание Совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Участниками заседания стали руководители профильных ведомств и лидеры волонтерских объединений. Совет рассмотрел доклады о проделанной работе и обсудил дорожную карту добровольческих мероприятий на этот год. Обучение волонтеров, организации и сопровождение их деятельности, мониторинг работы, создание условий для обмена опытом и поощрения тех, кто добился наибольших успехов. Эти мероприятия пройдут в рамках федерального проекта образования и регионального проекта «Социальная активность». Кстати, по поводу участия в этом федеральном проекте, в рамках национального проекта образования, для разработки нашего регионального социальной активности, мы получили слова благодарности федерального уровня, поскольку две субсидии в рамках этого проекта получили всего несколько регионов, два регионов Российской Федерации. Мы с вами успешно прошли отбор. Я вас всех с вами поздравляю, потому что только ваша деятельность в регионе позволила, собственно говоря, правительству Умской области и Министерству молодежи, структуры и спорта конкретно, заявиться на этот отбор и получить соответствующее финансирование. Представители всех направлений добровольческой деятельности доложили о наиболее приоритетных мероприятиях. В этом году омские волонтеры примут участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» и в других региональных и федеральных мероприятиях. На вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность будет направлена профильная смена «Доброволец-55». Обучение для новичков организуют на образовательной площадке школа-волонтера в рамках молодежного форума «Ритм». Событийные добровольцы начнут подготовку к главному творческому событию, которое пройдет в Омске в 2020 году – «Дельфийским играм». Волонтеры-медики откроют школы-донора, а волонтеры-победы вместе с молодежью из районов Омской области будут готовиться к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Новое направление, которое мы попробуем реализовать в следующем году в рамках 75-й годовщины победы, мы хотим привести в город Омск 100 ребятишек, ну или, может быть, молодых людей в рамках празднования 9 мая на 4 дня. И в рамках этого срока они станут некими соучастниками проведения Дня Победы. «Мы делаем соучастниками, после чего они возвращаются к себе обратно домой и рассказывают, как круто быть волонтером. И, я думаю, когда они будут встречаться в разном направлении волонтерки». На заседании обсудили также создание ресурсных центров добровольчества на территории региона. Помимо уже имеющихся двух организаций, в Омской области начнет свою работу ресурсный центр добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Результатом реализации регионального проекта «Социальная активность» должно стать развитие добровольчества, талантов и способностей у молодежи. Для этого к 2024 году планируют вовлечь 20% граждан в добровольческую деятельность, 45% молодежи в творческую и 70% студентов в клубное движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова